В малом выставочном зале художественного музея Минекрамского представлены работы, основами для которых стали не холсты, а плиты от бронежилетов. Они стандартны размерами, но при этом различны по наполнению. Представлена выставка современного искусства «Русский стиль. Сталь». Сама идея проекта зародилась около года назад. Мы тогда общались как раз с идеологом проекта Антоном Беликовым. И стало очевидным на тот момент, после начала специальной военной операции, что в культурном плане нужны какие-то проекты, идеи, которые бы осмысляли происходящее событие. Работа Антона Беликова выбивается из общей канвы. Она рельефна и неугловато. Сейчас он как доброволец служит в рядах вооруженных сил Российской Федерации. На нескольком направлении. И поэтому данная плита отличается от всех остальных плит своей формы, потому что Антон взял ту плиту, которая у него была на тот момент под рукой. У него другой класс защиты, сама форма, она такая более объемная. И здесь Антон, как знаток античной философии, обращается именно к античным доспехам. В краткой трафаретной надписи содержится невидимая, неразрывная нить. Сама надпись «Сын», конечно же, отсылает к тому, что каждый, у кого сейчас кто-то из близких находится на фронте, для кого-то это отец, для кого-то это брат, для кого-то это сын. Ну и к тому же, это такая отсылка именно к христианской теме. География нашего проекта получилась очень обширной. Поначалу участвовал небольшой круг художников, о которых мы знали. А затем уже мы сделали такую открытую площадку для заявок. Их было сотни. Но вот на данный момент в проекте около 50 стальных плит. 50 человек. Это комплектованный взвод. Можно сказать, что у нас есть целый взвод художников. Как обширна география проекта, так велик и возрастной размах. Самому юному участнику этой выставки Елисею Иманову из Казани 19 лет. В его работе отражен собирательный образ городов, которых коснулась война. А вот самому старшему 80 представлены работы как академиков, опытных художников, так и студентов художественных вузов. В стальной составляющей все же есть место нежности. И сквозь темную основу пробивается свет.